Азербайджанская демократическая республика Первой страной, которая проявила геополитический интерес к этому региону, была Германия. Известно, что Германия продвигала свои интересы на Балканах и на Ближнем Востоке. И одной из задач в ряду этих планов было продвижение по Азии, вглубь Азии. И для этого использовалась железнодорожная линия Берлин-Багдад. Когда целью было уязвить интересы Великобритании, в частности в Индии. Когда в марте 1917 года британцы захватили Багдад, было ясно, что германским планам не суждено сбыться именно здесь, в этом регионе. И поэтому они поменяли свой план и начали рассмотреть направление Берлин-Баку-Бухара. И в этой схеме за Кавказией Баку и Каспийское море должны были играть решающую роль. Естественно, все это затрагивало интересы Великобритании, которая имела свои интересы на Кавказе, в Баку в частности. И занятия Баку, Турции или Германии никак не могли устроить Британию, те или у которых было предотвращение их внедрения в регион. И захват Бакуинской нефти, Каспийского региона, с тем, чтобы предотвратить продвижение, возможное предотвращение османов в Туркестан и далее в Афганистан и в Индию. Опасность такая была, поскольку первым шагом Демократической Республики было подписание Батумского договора с Османской империей, в соответствии с которым Османская армия была введена в Закавказье и стремительно продвигалась в Баку, которую ей удалось захватить в сентябре 1918 года, после чего, правда, последовали другие события и стало ясно, что Четверной Союзу Первой мировой войне не выиграть. Они проигрывали и было заключено Мудровское соглашение, в соответствии с которым османские войска должны были вывести свои войска из Азербайджана. Первоначальной ориентацией Азербайджанской демократической республики была именно Османская империя, на поддержку которой АДР очень рассчитывала. После вывода османских войск из Баку сюда были введены британцы. После Мудровского перемирия в 1920 году союзники заставили османское правительство подписать Северский договор, в соответствии с которым османы теряли все свои арабские и европейские владения. Однако в Турции кемалисты были очень против, совершенно не отвергли Османский договор и попросили Россию о помощи, что Россия и сделала. И здесь интересы России и кемалистов совпадали, безусловно, в какой-то мере в ущерб интересам АДР. Азербайджанская дипломатия вела политику по трем направлениям. Это признание ее независимости, борьба против, за сохранение территориальной целостности, и борьба за признание своей независимости, что было сделано Антантой де-факто в январе 1920 года. Значит, подытоживая, хотелось бы что сказать. В этот период в Баку, в Азербайджане, в Закавказье столкнулись интересы России, Британии, Германии и Османской империи. И при этом обстоятельства очень быстро и стремительно менялись. Османская империя перестала существовать, кемалисты были заинтересованы в сотрудничестве с Советской Россией, которая, в свою очередь, выступала за единую Россию, но с учетом прав трудящихся и через социал-демократическую партию большевиков. И в этих условиях АДР сделала ставку на Антанту, переориентировалась с Османской империей на Антанту, которая тоже, в свою очередь, была против независимости Азербайджана и, более того, вела вооруженную борьбу против АДР. Безусловно, в этих сложных обстоятельствах достаточно было сложно принимать политику, которая бы обеспечила независимость Азербайджана. В конечном итоге Азербайджан был советизирован, однако заслуга АДР заключала в том, что они установили государственность, которая была сохранена при советской власти, что в конечном итоге привело к государственной независимости Азербайджана в 1990-е годы. Продолжение следует...